Доброго времени суток, господа дрифтеры! Про настройку девайсов и инициации дрифта мы с вами поговорили. Конечно, сейчас нужно начать говорить о самом дрифте и способах прохождения поворотов. Но благодаря моим верным подписчикам, а также вам, мои зрители, держите это видео. Tuning Auto 2020. RDS The Official Drift Video Game. Тюнинг Тюнинг Но если тебе этого мало и чего-то не хватает для реальных заездов и батлов с реальными пилотами, такими как Боржоми, Кантик, Гарик и Теслик, то располагайся поудобнее и я начну. Самая первая настройка в меню тюнинга это акселератор, который многие игнорируют. А зря, так как здесь можно укрутить мощность своего двигателя под различные задачи. Данная настройка будет доступна вам только после улучшения двигателя хотя бы до Stage 1. Значения могут быть различны в зависимости от двигателя и корпуса машины, а точнее веса. Это сделано ради баланса игры. По умолчанию у вас всегда будет стоять максимально допустимое значение лошадиных сил. Итак, для чего нам нужно укрутить свою мощность? Все просто. Если очень затычные трассы, на примере Примтрек, Авианосец и Рязань, на этих трассах вам не понадобится максимальное значение лошадиных сил, так как банально не реализуется вся мощность мотора на этих картах. А есть такие трассы, как Нижний Новгород, Сочи, Москва Уринг и Питер, где от мощи двигателя и правильной коробки зависит правильное прохождение этих длинных трасс. Если на них не вывернуть свои лошадиные силы на максимум, то можно остаться позади своего догоняющего. Данную настройку предлагаю аккуратить в самую последнюю очередь, если мы говорим о порядке настройки авто. А вот какую самую первую настройку менять, так это давление шин. Поверьте моему опыту, это самая часто меняемая настройка в авто, в зависимости от темпа вашего лидера, трассы и покрытия. Значение ПСИ это единица измерения давления в США. Если перевести на привычную нам единицу измерения давления бары, а ниже атмосферы, то минимальное значение в игре 20 ПСИ будет равно 1,38 барам, а максимальное 44 ПСИ равно 3,3 барам. Само собой, для лучшего зацепа нужно использовать как можно ниже значение давления. Таким образом, вы будете быстрым и догнать соперника получится проще, нежели у вас стояло бы максимальное давление. Итак, начнем теперь с передней оси. Выкрутив минимальное значение, авто будет слушаться вас лучше, и вероятность андертира минимальна. Андертир. Недостаточная поворачиваемость. Потеря сцепления с дорогой передними колесами, вызванная чрезмерной скоростью по отношению к углу поворота. В итоге машину выносит наружу поворота. Но при максимальном вывороте колес, в большом угле максимальный зацеп сыграет с вами злую шутку и не даст передней оси выровнять авто. То есть при бэкварде. Бэквард. Это сложнейший элемент в дрифте, когда машина движется к повороту в критическом углу, из которого редко получается выйти на высокой скорости с продолжением движения авто по заданной траектории. Как правило, бэквард считается, если машина в углу от 90 градусов, а относительно поворота, не развернувшись и не остановившись, продолжила движение. Если это соревнование класса RDSCS, то используются минимальные значения, так как судьи против бэквардов. Смотри брифинги по RDSCS. А в фановых мероприятиях, где нужен лютый угол, ставьте давляк на передних колесах как можно выше. Про давление в задних шинах и говорить нечего. Если у тебя не минимальное значение, то ты теслик. Данную настройку вы можете крутить прямо со стока с самого начала игры. Для новичков, у которых стоковые тачки, предлагаю выкрутить давляк на максимум, чтобы дрифтить хотя бы чуть-чуть эффективнее из-за недостатка лошадей и выворота. Развесовка. Развесовка один из важнейших параметров настройки авто, отвечающий за поведение машины на треке. Тут вам реально придется подумать своей головой, какое значение поставить, поскольку многие пилоты ставят для себя разные параметры развесовки. Я лишь расскажу, что даст та или иная настройка и как ваша машина будет вести себя на треке. При стандартном значении 55 на 45 процентов вы и так катались и понимаете машину. Она резка, управляема, а также легко уходит в занос, но не так быстро на старте и по треку, как с развесовкой 50 на 50, где ваша задняя ось загружена весом на максимум. Да, вот вам и ответ. Хотите скоростную пушку? Ставьте 50 на 50, но пустить в занос тяжелее и вытащить из больших углов будет намного сложнее, чем с развесовкой в 60 на 40, где машина ехать отказывается напрочь. Ваша передняя ось так загружена на старте, что с ТС у вас уже будет срываться задняя ось и зацеп на задней оси будет минимален. Такую настройку ставят только для бэкварда. Данная настройка доступна вам так же, как и давление в шинах на стоковой тачке. Настройте развесовку перед выставлением углов колес. Трансмиссия. Настроить коробку передач я предлагаю вам в последнюю очередь, а значит оставим ее на сладкое, так как последние патчи изменили физику и не у многих выходит настроить ее качественно под себя. Перейдем к подвеске и вывороту колес. Две простые настройки в игре. Менять значение можно, если у вас есть хотя бы стейдж 1. На подвеске и рулевое управление соответственно. По подвеске вы и сами не раз видели, как машины пилотов чатся по треку, а их морда задрана вверх и смотрит на небо. Это говорит о том, что передняя часть кузова должна быть выше задней. За счет такой настройки высоты подвески машина одновременно хорошо управляема и в то же время стабильна. Не забудьте заднюю подвеску опустить пониже. Если честно, данная настройка не так чувствуется на машине в этой игре, как все остальные настройки тюнинга. То есть, как бы вы не меняли настройки высоты подвески, машина будет ехать как вам того нужно. И практически никто из вас не почувствует разницу при изменении настроек. А вот ограничивать угол выворота колес в дрифте будет только мазохист. Так как чем выше выворот, тем больше угол машины в дрифте по отношению к трассе. Ставим максимальное значение. И да, оно теперь 68 градусов. Идем дальше. А вот мы и подходим к самому спорному моменту в настройке машины. Так это углы колес. Сход-развал. Углы установки колес. Схождение. Схождение угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. Схождение измеряют в градусах, минутах и в миллиметрах. Схождение в миллиметрах. Это расстояние между задними кромками колес минус расстояние между передними кромками колес. Передняя ось. В игре мы можем играться с хождением от минус 5 до плюс 5 миллиметров. Это очень много. Для ракетных гонок, ускорения и контроля машины в средних углах нужно использовать значение, приближенное к положительным. И колеса будут расположены вот так. А если вам нужен максимальный угол в повороте, то значение выкручим на минус по полной. Сейчас объясню. Минусовое схождение, это когда колеса смотрят друг от друга по ходу движения. Это позволяет внутреннему колесу в повороте смотреть максимально в сторону заноса. А это значит, что угол держать будет легче. Почему внутреннее колесо, спросите вы? Да все просто. В момент заноса машину кренит в сторону поворота. А именно внутреннее колесо и оно становится опорным и должно смотреть максимально в сторону заноса. С внешним колесом проще, так как зачастую в больших углах колесо вообще отрывается от земли и не работает от слова совсем. Теперь я думаю понятно, почему нужно делать упорно внутреннее колесо. Задняя ось. Задняя ось у нас должна толкать машину вперед. Но благодаря схождению можно немного счетырить и поставить отрицательное значение. И машина будет стараться повернуть тем или иным боком в зависимости от стороны поворота. Что нам и нужно для дрифта. Машина будет устремляться к прохождению поворота по широкой дуге и к апексу подъезжать будет сложно. Апекс это точка траектории, ближайшая к внутреннему краю дороги. Так вот, если же мы поставим положительное схождение задних колес, то машина станет ракетой, несущейся вперед. Такую машину сложнее кинуть в занос, ехать по внешней траектории, зато догнать своего лидера будет проще, так как машина будет стремиться всегда уехать к апексу, что нам и нужно. Благодаря схождению можно настроить машину на быстрой перекладки, управляемость в повороте, скорость прохождения трассы, держать максимальный угол или стать ракетой. Все это схождение колес. Одна из самых важных настройок автомобиля. Что касается развала, тут намного проще. Развал это угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. Развал считается отрицательным, если колеса направлены верхней стороной внутрь и положительным, если верхней стороной наружу. В игре развал можно установить от минус 7 до 0 градусов. Переднюю ось, которая отвечает у нас за управление, настраиваем под максимально отрицательный угол, чтобы машина в поворотах могла упереться в асфальт, не соскальзывать, когда это нужно. А заднюю ось устанавливаем наоборот, максимально ровно по отношению к полотну трассы, то есть в ноль, чтобы пятно контакта задних колес было максимальным и машина не была как корова на льду. Все углы колес, которые мы разобрали, можно настраивать прямо со старта игры на стоковых машинах. Эти настройки я бы рекомендовал настраивать в числе первых, так как от них зависит поведение машины на трассе. Тормоза не трогайте, сейчас машина тормозит эффективнее всего. Идем дальше. Прижимная сила. Это когда потоки воздуха прижимают машину к земле во время езды за счет правильной аэродинамики, достигаемой спойлерами. То есть спойлеры работают на скорости и помогают держать машину увереннее на дороге и не вылететь в стену. А вот без спойлеров инерции будет больше и машина не так будет оттормаживаться об воздух. На трассах, где не нужна высокая скорость, спойлеры можно убрать и наоборот. Дифференциал позволяет менять частоту вращения задних колес относительно друг друга. Что это значит? При установке диффа в 100% оба колеса будут вращаться относительно друг друга с одинаковой частотой, она же скорость вращения колес. В игре есть возможность настроить дифф в двух положениях. При накате, когда вы на холостых катитесь вперед и вращение от двигателя к задним колесам не осуществляется. И второе. При нажатии на газ, крутящий момент с двигателя передается на колеса. Когда дифф стоит на 0, то на одно из колес крутящий момент не передается. А со 100% оба колеса вращаются всегда одинаково. Я рекомендую вставить значение диффа в небольшом разлете друг от друга. К примеру, 90 при нагрузке и 75 при накате. К такой настройке нужно стремиться, так как коррекции при езде боком будет меньше. Такую настройку ставить только опытным пилотам, поскольку вас будет всегда разворачивать. Только для тех, кто играется газом, а не рулем. А новичкам хорошо зайдет настройка 90 на 0, если вы на руле. А для геймпадов 1.0. Для каждой трассы настраивайте правильный дифф. Иначе вас будет либо разворачивать на затычных поворотах, Рязань, Примринг, Авианосец, Форвард, Минами, либо распрямлять на затяжных поворотах на высокой скорости, МРВ, Нижний Новгород и Питер. Данную настройку можно менять даже на стоковых машинах. Порядок настройки диффа идет сразу после установки сход-развала. КПП. Наконец-то коробка передач. Коробку передач настраивать нужно постепенно, начиная с главной пары. Главную пару всегда устанавливайте вне зависимости от типа двигателя или кузова. Да, для качественного старта главную пару выкручиваем максимально вправо. Да-да-да, вправо. Делаем максимально короткие передачи. Теперь первая передача. Ее значение ставим от 3.7 до 5.0. Нас сейчас интересует именно динамика разгона. Внимание, динамика. В таких пределах разгон будет самым эффективным до максимальных оборотов двигателя. Здесь важно отметить максимальную скорость при разгоне на первой передаче. Чем меньше значение, тем больше максимальная скорость. Вторую передачу выкручиваем от 2.0 до 2.4. При таких значениях машина будет отзывчива к газу и срыв колес от грунта вам обеспечен. Пусть вторая передача будет у вас неким помощником в трудных ситуациях в поворотах. Когда рабочая передача не справляется с затычным поворотом и раздуть машину с клоча не получается, вторая передача будет как-никак в стате. Или при заугливании рабочая передача прибавит вам только проблем. Включите вторую и с меньшим числом оборотов колес вы, возможно, справитесь с ситуацией. Третья передача, она же рабочая. Что это значит? Это значит, что на третьей передаче вы можете проехать всю трассу, не переключившись на другие, вне зависимости от поворотов затычных или затяжных. Ее значение ставим от 1.9 до 1.7. Четвертая передача, она же длинная. Ставим от 1.5 до 1.7. Она нужна только на длинных участках трассы. Пятую и шестую подводим максимально близко к четвертым. Вуаля, КПП настроено. На самом деле, о настройках говорить можно очень долго. И много можно рассуждать насчет, какие правильные настройки нужны для бэкворда, какие для Джим Ханы, какие-то для РДСС. На самом деле, все это можно комбинировать. И я вам рассказал лишь о том, какая настройка за что отвечает. И только вам самим известно о том, какие вам настройки нужны для более качественного и красивого дрифта. С вами была Школа Дрифта. Спасибо TeamPVP за написание текста. Удачного дрифта. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok